здравствуйте уважаемые товарищи я вас рад приветствовать на своем канале сегодня у нас вторник я уже третий день подряд езжу на работу на мотоцикле вот пока интересно и в том числе но ради тренировок потому что до работы 10 километров с работы 10 20 км в день пробег как минимум и вот сегодня один из таких дней я вас приглашаю в качестве второго пассажира принять участие поездка ко мне скажем так на работу но по пути буду ехать что-нибудь пытаться комментировать недавно ездил на тихую тоже записывал видео ну блин у меня повисла камера под зависла впервые такое у меня произошло и записался только звук сожалению сегодня я решил записать покатушки свои еще одну попытку сделать вроде бы все записывает камера мигает поехали в общем вроде бы сегодня дождя не должно быть совсем сумасшедшие встреч на машина ничего не пугает хотел вам рассказать что у меня закончилась эпопея по части выбора и покупки резины то есть я долго смотрел читал обзоры смотрел читал комментарии которые пишут мне люди на видео на мои вот и многие комментарии части петрашины были негативными ну то есть говорили что она кривая там убрать ее не надо и так далее рекомендовали миттос мишлен и так далее ну собственно говоря я все эти советы проглотил отнесся разнозначно ко всем предложениями начал смотреть просто рынок в владивостоке с таким типоразмером я ничего не нашел имеется ввиду я искал универсальную резину и по асфальту вот как для минска типа для грязи для грунтовки были такие типоразмеры но типа шашечки там вот в итоге начал смотреть в интернете ближайшие города там до москвы добрался уже в итоге там есть и миттос продают и мишлен и там и что-то еще подходящим протектором но цена начинается от 8500 за колесо там и за 15 есть и за 16 я решил еще раз посмотреть более подробно зачем я беру себе резину и так я посмотрел принципе неспешные покатушки в городе там 40 50 км в час в лесу еще медленнее я понял что на самом деле надо брать петра шину и не париться и в итоге позавчера я сделал заказ но это не только это воскресенье было судя по всему вот вчера мне выставили счет организация я его платил с карты и все уже его уже даже отправили я уже получил на почту трек-номер деловыми линиями отправили заставкой на дом купил короче колеса которые ну до меня там покупали другие пользователи купил получается к 102 колесо в резину и c 109 ну соответственно у одного размер 100 на 100 на 18 а у второго 80 на 100 на 18 и вроде бы как я понял не знаю если чё поправляете меня что вроде бы это резина влезли сюда ко мне наёбрик весь в какой-то переделки не надо будет ничего делать крыльями поднимать их и так далее вот буду ставить как приедет все-таки может быть конечно петрашина не такая крутая как именитые марки какие-то я не знаю там но мне для катания по грунтовым дорогам на русском здесь неспешная еда по асфальту во владивостоке я думаю этого хватит мне же не надо на ней нестись там 120 закладывать и забалансировку переживать ну короче приедет резина хочу ее сам поменять хотя тут мнение разделили с кореш говорит поход с аэш диски отдайся на монтаж но с другой стороны если сделать аккуратно вот народ же делает как что почему я должен поход хочется сделать самому и да и как бы это контент дополнительные снять контент кино какой-то снять куда бедно и самому просто интересно перебуд но это короче все будущее видео на канале кстати я вот может быть вы уже смотрели я поменял масло на пробеге тысячи километров сейчас пробег 1020 с копейками но это я вчера после замены масла уже на работу съездил такие новости цены выросли на новую технику вообще жестко здесь недавно смотрел ролик в интернете по части цен на мотоцикле сейчас вас плавно подведу к теме вот ну и там зацепили вроде бы чужой есть такой пользователь называется я его смотрю иногда вот ну смысл что в чем что получается цена на юбрик выросла и сейчас у дилеров там официалов колеблется цена там мы по моему там до 300 тысяч рублей в каждом регионе что-то там плюс-минус 10 тысяч рублей по-своему ну так вот ну и разговор такой что типа вот сейчас он стоит там почти 290 тысяч рублей по факту я купил мотик за 180 в прошлом году и он фактически новый да там но как бы я прошел на нем и не продать ли мне его за 250 там типа ну и не хилы так навариться да там ну а смысл в чем что цена выросла существенно а при этом размер потребительского кошелька он не вырос соответственно то есть кто его купит но это же самое что там на какой-то африкатвин там цену сделать 5 миллионов а потом пытаться продать за 2 говоря что это очень дешево никто же не купит у вас его все равно по итогу вот и к чему я так плавно подводил да я недавно ездил на техническое обслуживание своего автомобиля у меня рио вот ну естественно автомобиль на гарантии там пробег в районе 9 тысяч рублей и я ездил на промежуточное обслуживание город Артем здесь неподалеку ну и мы разговорились так по душам с менеджером и он говорит что цены на машины даже на такие потребительские скажем так обычные непредставительского класса вот как рио как у меня выросли там до миллион семьсот миллион восемьсот и уже потерялся смысл покупать их у дилера то есть скажем в пятнадцатом году я покупал машину там таксисты брали для себя с объемом 1.4 там либо самой убогой комплектации с мотором 1.6 она им обходилась там семьсот пятьдесят тысяч рублей то здесь был актуален вопрос купить непонятной истории королу на рынке да там пробежную или беспробежную в японии за примерно те же деньги либо купить у дилера абсолютно новую машину на гарантии которая в принципе обеспечит весь этот функционал похожий ну и вот и в пятнадцатом году этот вопрос был для меня очевиден то сейчас я зашел в салон машин много то есть в автосалоне kia я насчитал в салоне где-то порядка десяти легковушек там бы высокого класса стояли машины но ценник капец ну я не знаю ну кто купит рио сейчас за миллион восемьсот или там стоял сид за два четыреста ну кто кому в голову придет его покупать за такую цену ну и менеджер мне так тихонечко говорит что с текущими ценами вообще как бы бессмысленно рассматривать дешевле будет привезти машину из-за границы даже если это будет сторона посредник там через афганистан или еще там чего-нибудь ну я не знаю там ну в общем не напрямую с японию если такие поставки будут запрещены в общем вот такие пироги цены выросли на все причем я у него спрашиваю а что там у вас ну запрет на запчасти вы же фактически агрегатную сборку в россии ведете он говорит да нету нет у нас никакого запрета все так же продолжает корея поставлять запчасти здесь в россии мы собираем агрегатная сборка ну имеется ввиду кузовщину то здесь штампуют поэтому но он намекнул что это типа местные ребята уже тут накручивает но я не знаю насколько все это правда там неправда ну смысл в том что можно и до трех миллионов цену поднять это же не означает что ее покупать будут потому что ну это не такое не такая вещь первой необходимости чтобы там идти в салон и за два мульта покупать новое что-то такое мне кажется что это прогрешный прогрешный сценарий не надо тем кто намерен покупать новую машину надо просто сейчас ждать короче я был удивлен ценам я вам свои впечатления рассказываю я вам вам свои впечатления рассказываю погода шикарная просто класс вообще Сзади едет, думал скорая, нет, что-то полиция вроде бы едет, как-то они не спеша совсем едут. Может колонну сопровождают? А, может скорая помогали, смотрю скорая за ним едет. Здесь светофоры мигают желтым, ремонт какой-то что-ли идет. Короче на днях я тут ехал по делам на выходных, ну мне надо было купить там рейки, на работе карты повешать на второй речке. Ну и короче я там вначале встал в пробку, думаю открою окно, жара блин, еще лето же уже фактически. Ну и вот, открыл окно, прокатился немного с открытым окном, там буквально может быть километр. ну и все, у меня так разболелась потом голова, капец короче, прострадал всю ночь фактически. Вот, хотя я когда покупал мотоцикл, я переживал, что этот, что будет болеть голова у меня, ну или шея, что будет продувать, да нет, вот, на мотоцикле тысячу километров проехал, ни разу шея не болела. Проверил, запись идет. Буду снимать видео прямо до самой работы. Проверил, запись идет. улица Светландская, постепенно приближаюсь к центру, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вчера я, кстати, ехал, у нас была такая погода, утром я долго не мог решиться, ехать не ехать, прогноз за час поменялся дважды, ну и как бы погода такая была пасмурная немного. В итоге я поехал, в течение дня несколько раз брызгал дождик, но он был настолько метлый, мелкий, даже сидушку не намочила. Вот вчера я ездил. Вот, и вчера тоже в нескольких местах так удачно у меня получилось объехать за торт. На светофоре никто мне не сигналил. Я перестал одевать эту куртку гаражную свою сверху, потому что здесь короткими переездами, перебежками. В принципе, она не нужна, да и уже значительно теплее стало. Но вчера в центре значительно машин меньше было, я вот ехал сюда. КОНЕЦ Нифига себе он гудит, у меня аж шлен трясется. Вот он, фактически центр города уже. Тут, видимо, на светофоре пропускает народ. Вот, ой, там на пешеходном переходе, ну, бабушка не обряжается. Мотоциклист в краешку проедет. Здесь просто по части пешеходного перехода я здесь отдельно внимание заострю, чтобы вы не подумали, что я злостый нарушитель какой-то. В некоторых частях города, таких вот, как здесь вот я ехал, где у Боревича, Первая речка там и так далее, еще всякие такие много мест, люди... светофора нету? А люди идут очень сильно потоком таким нескончаемым. Вот, и можно стоять долго очень. То есть там, по большому счету, как? Человек, если ногу занес на пешеходный переход, все, вам уже нужно встать и ждать, пока он с него полностью не сойдет. Не только с вашей стороны, а он целиком должен пройти пешеходный переход. Ну, и в некоторых частях города, видите, есть пешеходные переходы, ну, через 4 полосы, через 6. Вот. Они без светофоров, и люди идут долго. Бывает пешеходный переход на какой-нибудь автобусной остановке, и там за раз может или последовательно друг за другом остановиться несколько автобусов. То есть один подъезжает, люди выходят. Те, кто научены уже, водители, они перед мордой автобуса, перед пешеходом останавливаются, знают, что сейчас могут выскочить люди. Ну, и так и происходит. И только вроде они прошли, только прошли. Останавливается следующий автобус. И вот эта вот колбаса. Вот. Поэтому иногда приходится вот пренебрегать правилом, что типа ногу поставил, ехать нельзя. Если так вот соблюдать это правило, то вы не сможете переехать его просто. Здесь тоже такой перекресток оживленный. Куча людей поворачивает налево. Что вам, как вам мой стиль езды уже по течению тысячи километров? Как вам умение мое переключать передачи? Я еще, ну, не полностью автоматически это делаю. Хотя я заметил по себе, что мне стало значительно легче уже. То есть я сейчас меньше менжуюсь там на перекрестках. Оно как-то запоминать состало мне получше. Наверное, со временем вообще до автоматизма дойдет. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Раньше я прямо думал, какую включить передачу. А здесь что такое? Какой-то трэш какой-то стоит. На этом припарковался и перекрыл полностью полосу. Здесь такой еще подъем крутой. Мотоцикл катится назад. Душа, да ты достал уже реально, этот таксист. Короче, фактически я приехал, ребят, на свою работу. Улица Комарова. Сейчас покажу, как я ставлю свой моцик. И в чем преимущество мотоцикла. Как вы видите, все заставлено. Стать вообще некуда. Но мы заезжаем вот сюда. И здесь места уже больше, как видите. Самый уголочек поставлю. Ну все, слава богу, мы приехали. Ну все, собственно говоря. Приехал я на работу. Добрый день. Напугал. Напугал. Поэтому мы им оформим. Поможем землю оформить. Ха! Здрасте, это я. Привет, Паша. Да, можете помахать ручкой, я вас снимаю. Паралоновая губка вот прям вон. Конечно, это... Конечно, можно было покупать GoPro крепление.